Всем привет! Днепр на связи. 30 сентября, 23.04. Видите, он еще новые фонари поставили. И там теперь он освещает. Провели еще одну линию электропередач. Столбы, там все освещается, ездила вышка. Ну что, друзья, у нас на данный момент вроде тихо. Но первые шахеды уже залетают в воздушное пространство Украины. Сумская область, там курсом на Полтавскую. Фу, неспокойно, неспокойно. Вот то, о чем я говорил, что не было ни дня в сентябре, ни ночи, ни дня, ни суток, чтобы не было атаки беспилотниками, атаки БПЛА. Да, так и живем. Никакой романтики. А вы что думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Кстати, начальник регионального центра гидрометеорологии Василий Гринчак рассказал, что буря, вот эта пыльевая, пришла с территории Каспия. Сказал о том, что длительное отсутствие осадков. И вот это вот все у нас, оказывается, называется запыление атмосферы. К местной пыли, которая состоит из частиц грунта, добавилась еще и пыль с Каспийского региона. Вот так вот. Да, кто бы мог подумать, что у нас вот такое будет, что так вот все случится, так вот все произойдет, понимаете? А вообще, друзья, нож в спину. Жителя Кривого Рога чуть не убила гражданская жена. 40-летняя женщина во время ссоры схватила кухонный нож и ударила ним мужа. Его госпитализировали, а женщину задержали, а нож изъяли. Теперь за умышленное тяжелое телесное повреждение женщине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. На проспекте Героев, друзья, у нас в нововеде женщина выпала с многоэтажки. Она выпала просто на навес подъезда. Случилось это в самый неподходящий момент. Война в стране, а и без нее люди страдают и умирают. Предварительно погибла на месте. Реанимационные меры не помогли. Все обстоятельства будут выяснять правоохранительные органы. Выбил стекло в частном доме и ограбил жителей этого дома. Случилось это у нас, друзья, сегодня в Чечеловском районе. Ограбитель пролез в дом через разбитое окно. Но в этот момент внутри находилось двое девушек. Воспользую, воспользую, воспользую. Опять я перестал выговаривать слова. Воспользовавшись их шоковым состоянием. Молодой человек украл у них наличку и мобильные телефоны. 44-летнего жителя города Самар, бывший Новомосковск, там же нашли в Самаре. Потому что он там прятался, ограбил у нас и уехал туда. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы. А, друзья, сегодня, правда, какой-то этот... Вот страшное событие. В доме выявили труп неизвестного мужчины. Семейная пара, которая проживает в квартире на улице... А на какой улице, как вы думаете? А новое название улицы. Стражи Неба, бывшая Бородинская. В общем, сообщили они в полицию о том, что с потолка в их квартире капает неизвестное вещество красного цвета. Жидкость. Представляете? Прям Сайлент Хилл. Или проклятие. Был такой ужастик. Японский очень неплохой. Затем американцы пересняли. Сара Мишель Гейллардом еще играла, если я не ошибаюсь. Ну, все-таки японский на порядок страшнее нагоняет жуть. И, в общем, у них капала неизвестная красная штука. Ну, вы понимаете, что это кровь. И очень воняло. Жители сказали, что источник трупного запаха с квартиры сверху, где проживает мужчина с алкогольной зависимостью. Когда двери в квартиру взломали, на полу сидел хозяин, 1972 года рождения, а рядом труп. Жители переехали из-за трупного запаха. Надеюсь на время. Кстати, Министерство охраны здоровья призывает украинцев ограничить пребывание на улице без острой необходимости. Закрыть окна, двери, а также носить маски. Все это вновь связано с пылевой бурей. Ивано-Франковский ТЦК заявил о том, что военно обязанные, не обновившие данные, находятся в розыске полиции. Такие дела. А улицы будут с освещением. То, о чем я вам говорил, видите, все светится. А чиновники с кондиционерами. Кабмин отменил рекомендации по ограничению использования кондиционеров и наружного освещения для госучреждений и органов местного самоуправления. Вашингтон Джорнл сегодня предвидел вот эти вот страшные события. Днем говорил о том, что Израиль может начать вторжение в Ливан на этой неделе. Вроде уже началось, но об этом позже. Повышение налогов, лимиты на денежные переводы, кэшбэк, что ждет украинцев в октябре. Повышение военного сбора с 1,5 до 5 процентов, при условии, что изменения поддержит Верховная Рада во втором чтении и подпишет президент. Национальный банк на полгода устанавливает лимит в 150 тысяч гривен в месяц для перевода физических лиц с карты на карту. Ограничения не затронут счета волонтеров, которые соответствуют критериям, определенным постановлением и лиц, ежемесячные доходы которых из подвержденных источников превышают сумму установленного ограничения. Но это наши любимые депутаты, взятки, все дела. Ай-яй-яй, с них взятки гладки. В Резерв Плюс запустят сервис рекрутинга. Он поможет пользователям выбрать должности, которые наиболее соответствуют их опыту, умениям и предпочтениям. Для выбора будут доступны как боевые, так и небоевые позиции. С 20 октября начнутся первые выплаты по программе «Национальный кэшбэк». К ней присоединились уже 1,2 миллиона украинцев, и более 638 тысяч из них активировали карты в ДИИ. В последнее воскресенье октября в Украине в последний раз переведут часы на зимнее время. Чтобы летом расцветало в 3 часа ночи. С чем я вас, дорогие жители Украины, и поздравляю. «Санкции ЕС против российской металлопродукции должны быть усилены», заявил Сэо Мединвеста. Евросоюз должен как можно быстрее закрыть лазейки для импорта российских полуфабрикатов, которые остались после введения санкций. Ведь Россия использует свои ресурсы, чтобы контролировать, нападать и сделать зависимым от своей воли. Об этом рассказал генеральный директор Мединвеста на форуме Ciderweb 2024, который прошел Веченце, Италия. По его словам, Россия может использовать полуфабрикаты как оружие, если поймет, что Европа от них зависима. К тому же, покупка продукции из РФ – это финансирование военной агрессии. «Каждый раз, покупая российские слябы, чугун или горячее ферментированное железо, вы финансируете войну против Украины. По сути, каждый евро, который вы платите за это, идет на убийство еще одного украинца», – заявил Сэо Мединвест. «Обворовали граждан Чехии почти на 56 миллионов гривен. В Украине задержали международную группировку преступников, которая действовала в нашей области. Днепр – это офисы, Соха и эскортницы. Представители колл-центров звонили гражданам европейских стран, подвидов работников банка, и сообщали о том, что их банковский счет взломан. Далее они предлагали временно перевести деньги на другие безопасные счета или купить криптовалюту по выгодному курсу. Таким образом, злоумышленники завладели деньгами более чем 100 граждан Чехии на общую сумму почти 56 миллионов гривен. По данным следствия, незаконный бизнес действовал в Нерпетровской, Кировоградской и Киевской областях. Следствие продолжается. Такие дела. Издание «Блумберг» указало на то, что перемирие СРФ может дать Путину смелость ослабить Украину и произвести к новым военным действиям. Потому Западу необхиден, 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 необходим, более эффективный план. В Угледаре нужно планомерно оставлять позиции. Понимаете? Нужно оставлять позиции. С боями выходить хотя бы тем, кто может это сделать, заявил военный 72-й отдельной бригады. Командование обещает ротацию уже неделю, но постоянно откладывает ее из-за смены обстановки, призывая держаться. Продовольствие, боеприпасы и горючее почти на исходе. Эвакуации нет. Потому что БМП даже не успевают доехать к Угледару. Их сразу обстреливают. Много тяжелых раненых. Их невозможно вынести пешком под дронами. А двухсотые просто лежат на дорогах. Двухсотые это убитые. Также Дивстейс сообщает, что россияне пытаются закрепиться в многоэтажках на границе Угледара. Ситуация сложная. Российские же источники сообщают нам о том, что практически половина города Угледар уже под руководством Вооруженных сил Российской Федерации. Флаг поднят над АТБ. Украинским беженцам в Германии нужно будет в обязательном порядке зарегистрировать транспортные средства. С 1 октября украинские беженцы в Германии, которые проживают там более года, должны зарегистрироваться в транспортные средства, получить немецкие номера и оплатить пошлины. Представляете? Две женщины в Харькове подозреваются в убийстве мужчин. Первая подозреваемая – жительница Новобаровского района. Полицейские установили, что вечером между сожителями после употребления алкогольных напитков произошла ссора, в ходе которой 40-летняя женщина нанесла удар кухонным ножом в сердце мужчине. От полученных травм он умер. Еще один инцидент случился в Салтовском районе. Как установило следствие, сожители выпивали и поссорились. 54-летняя женщина нанесла 65-летнему мужчине не менее 10 ударов кухонным ножом. Чтобы избежать ответственности, злоумышленница решила спрятать обстоятельства преступления. Она взяла нож и засунула мужчине под руку и ушла с места событий. Какие страсти! Что еще? 24-х и 63-х летние волонтеры прибывают в больнице. После того, как попали под обстрел в Харьковской области, они получили ранение средней тяжести из-за атаки с села ФПВ дронами в 6 часов вечера. Об этом сообщил руководитель Золочевской громады Виктор Коваленко. А Песков заявил, что Россия не будет применять ядерку в ответ на массированные атаки украинских БПЛА территории РФ. Вновь смеялись украинские СМИ. Как смеялись недавно. Да, над красными линиями, над новоядерной доктриной о том, что ничего не происходит и обстреливают, и красные линии смещаются. В очередной раз сегодня украинские СМИ смеялись и над Путиным, и над Песковым. Такие дела. Что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях. А я устал, я ухожу. Следим за ситуацией между Израилем и Ливаном. Там говорят о том, что началась наземная операция Израиля. И это какая там у нас третья Ливанская война. Всем спасибо, всем пока. Помните, что Бог любит вас. И до нового выхода на связь.